В эфире новости губернии. Здравствуйте. В студии Сергей Дрожевкин. И Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. То есть помню, шел и все. Дальше не помню. Неприятность, которая как снег, на голову история человека, оставшегося инвалидом. Кто за это ответит? Кто чистит крыши? И где искать правду пострадавшим от сосулек и наледи? Выясняли наши корреспонденты. 8 марта как повод сказать спасибо. Николай Меркушкин встретился с женщинами, прошедшими Вторую мировую войну. Нужно просто усовершенствовать теплоходы и все. Нежинское это дело. Утверждение, которое не дает покоя молодой жительнице Самары. Почему закон разрешает покорять стихию, а работодатель нет, пытались выяснить наши корреспонденты. Губернатор Самарской области вошел в топ-5 рейтинга влияния глав регионов. Независимая газета публикует февральский список. Среди губернаторов Николай Меркушкин поднялся с 6 на 4 место. Исследования каждый месяц проводятся методом закрытого анкетирования. Консолидированную оценку влияния выставляют политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Продолжаем. То снег, то дождь, то солнце. Морозы отступают, но по прогнозам синоптиков погода в марте удивит еще не раз. Ожидаются резкие перепады температур. Ночью за 20 градусов мороза, а уже днем около нуля. При этом не исключен сильный ветер до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица. Вот теперь захватят и праздничные 8 марта. А уже 9-го снова придут совсем не весенние холода. В продолжение темы странной весны. Двое пострадавших только за прошедшим месяц. И это только по официальным данным. Сезон сосулек, наледи и исхода снега снова наступил в Самаре как будто внезапно. Коммунальщики уверяют, стараются как могут. Но горожанам от их усилий почему-то не легче. Смертельная опасность снова на всех крышах города и под ногами. Кто за все ответит и где искать правду. Леденящие истории. Сюжет Руслана Ишукова. Сергей Янфантьев в свои 18 лет инвалид первой группы. Прикован к постели. Год назад ему на голову с крыши упала глыба льда. Тогда он возвращался домой по улице Воронежской. Не дошел совсем чуть-чуть. Это доли секунды. То есть вырубился, никаких ощущений не было. То есть помню, ушел и все. Дальше не помню. Очнулся он только на больничной койке после комы, в которой находился больше 9 дней. Говорить об окончании лечения пока рано. Родственники и адвокат пострадавшего считают, что 2 миллиона – достаточная сумма компенсации морального ущерба. Судебная практика складывается так, что обычно размер морального вреда занижают. Хотя вот в данном случае, мне кажется, это как раз вопиющий, в общем-то, случай. Потому что человек 18 лет оказался полностью прикован в постели. Видим это на всю жизнь. То есть жизнь человека поломана. Матерни семью не создать, ни детей не иметь. Ну вот видите, потеряно все, буквально все. Теперь он сам нуждается в опеке. То есть теперь сестра уже ему помогает. Она у нас и учится, и документы все собирает. Директора управляющей компании Александра Мячина, который отвечает за обслуживание того самого дома, с которого упала глыба, на месте мы не застали. Родственники Сергея Инфантьева говорят, с ними он не связывался. Мы попытались дозвониться до него. Безуспешно. По мнению юристов, самое сложное в таких случаях – это найти конкретное должностное лицо, которое в ответе за чистку крыши. Реальные сроки в таких делах даются редко. Обычно виновные отделываются штрафами и лишаются права занимать руководящие посты на некоторое время. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Джентльмены удачи перед тем, как провернуть очередную аферу, и то предупреждали прохожих о возможной опасности. В настоящих же реалиях все совсем по-другому. Ледяные сталакситы на домах, сугробы снега и наледь. Здесь как раз можно дождаться сосульки на свою голову. Коммунальщики промышленного района сегодня целый день на высоте. После снегопада спецбригады приводят в порядок крыши жилых домов. Работают по старинке, с помощью лома и топора. На чистку кровель по закону предоставляется два дня. Но работники стараются все сделать как можно быстрее. Техники у нас хватает, кровельщики в наличии есть. Если такая обильная снегопада бывает и очень много нужно очистить кровли, мы приглашаем подрядчиков. Впрочем, данные больничной статистики по-прежнему тревожные. Многие пострадавшие от глыб обращаются за помощью только спустя несколько дней. Не надо забывать, что при череп мозговых травмах существуют такие светлые промежутки, когда от момента травмы до развития осложнений проходит какое-то время. И пациенты чаще всего не обращаются в это время, думая, что у них все пройдет самостоятельно. И, как правило, бывает, что поступают к нам в больницу в запущенном тяжелом состоянии. И пациентам приходится оперировать прямо с колес. В этом году случаев с падающими сосульками – единицы. Снега в эту зиму выпало почти в три раза меньше, чем за прошлый год. Ну а пока же по делу Сергея Инфантьева продолжается следствие. Точку в нем поставит суд. Вы скажете, снежок? Нет. Сотрясение мозга. Бывалые дворники говорят, что такого количества спрессованного снега достаточно для того, чтобы получить серьезную травму, если он упадет с высоты 4-5 этажа. Что уж говорить о сосульках, которых свисает в достаточных количествах с крыш домов. Это раньше говорили – смотри под ноги. Теперь учат – смотри на крышу. Руслан Ишуков, Дмитрий Алатырцев, Александр Ерофеев. Новости губерния. В Самаре рушится один из символов города – мозаика на Доме профсоюзов. Полотно размером 43 на 5,5 метра. Первое – не то, что в Куйбышеве. Во всем Поволжье работа подобного масштаба. Только одних открыток с ее изображением в 69-м напечатали и растиражировали по всему Советскому Союзу порядка 200 тысяч. Новые арендаторы еще полгода назад решили построить на ее фоне ресторанную веранду. Планы активно воплощают в жизнь, а уникальная композиция исчезает. А они теперь, значит, чем-то покроют вот эту вот конструкцию. И вообще ничего видно не будет. Вот я, как автор, хочу предъявить им претензии по авторскому праву. То есть авторское право говорит, что если существует произведение и около него, на размер этого произведения, так сказать, или ближе стоит сооружение какое-то, то это нарушение авторских прав. Продолжаем. До 2020 года область в несколько раз увеличит нагрузку. Такое решение было озвучено над заседанием рабочей группы по развитию сотрудничества крупных промышленных организаций области с железнодорожниками. Так, например, АвтоВАЗ в ближайшие 7 лет ежегодно планирует принимать грузовыми поездами более миллиона тонн сырья. Помимо этого, речь также шла и о поставке продукции самарских предприятий для нужд железной дороги. Мазут, стекло, крепеж, трактор и многое другое. Есть несколько предприятий, которые уже поставляют для нужд железной дороги. Соответственно, есть опыт. Потом у нас есть очень серьезные проекты, которые сейчас в стадии реализации. Это тоже газотурбовоз, который необходим для нуждей железной дороги. В Тольятти построят 10 спортплощадок и многофункциональный спорткомплекс. Стало известно, что из областного бюджета выделили больше 17 миллионов на обустройство футбольного поля для школы Олимпийского резерва «Лада». Но самый ожидаемый объект – «Лада-арена». Ледовый дворец обещают сдать ко дню города. Продолжит Екатерина Деменчук. Каждый день спорткомплекса «Волгарь» расписан по часам. Тренировки, соревнования. В городе всего три таких поля. Все на расхват. Их делят между собой детские хоккейные школы, молодежная ладья, взрослая лада, любительская лига и даже фигуристы. Для этих спортсменов открытие «Лада-арены» – чуть ли не самое ожидаемое событие года. Если сравнивать с другими командами – Ярославль, Казань, там они у нас просто… Даже сейчас «Альметик» у нас в ледовом объеме обгоняет школы. Поэтому отсюда эти результаты такие. На земле хоккеистов не натренируешь, поэтому нужен лед и хорошая работа такая. «Лада-арена» должна стать одним из крупнейших спорткомплексов региона. Основная площадка с трибунами на 6 тысяч мест. Создадут и так называемую универсальную поляну, где можно будет играть в гандбол, волейбол и баскетбол. Жители города тоже ждут новых площадок. У нас на Шлизовом, если только взять комплекс «Мечта», который детский, спортивный, и то там очень ужасное снаряжение, ужасное оборудование. У нас очень много фитнес-клубов, а вот именно полноценных спорткомплексов, я знаю только некоторые, и они довольно слабо функционируют. Я особо, конечно, не спортсмен, но тем не менее хочется, чтобы побольше было спортивных объектов. Их, и правда, станет еще больше. В Тольятти, как отмечают в региональном Минспорте, базируются ведущие спортшколы не только Самарской области, но и страны. Для высоких достижений требуется современная инфраструктура. Только в этом году появится новое футбольное поле стоимостью более 17 миллионов рублей, а также 10 площадок с искусственным покрытием. Цена каждой около 5 миллионов рублей. Все средства из областного бюджета. Еще один каток появится на территории стадиона «Труд». Здесь планируют построить спорткомплекс, где будет бассейн, игровой зал и, конечно, лед. На проект из областного бюджета уже выделили около 4 миллионов рублей. Построить его планируют в кратчайшие сроки уже в этом году. Екатерина Деменчук, Борис Кислицы, новости губернии Тольятти. Огонь вечный, но только по праздникам. Жители автозаводского района Тольятти недовольны тем, что символ победы в парке зажигают лишь по особым дням. Проблема в отсутствии газоснабжения всего района. Там оно просто не предусмотрено. Ближайшие сети около промышленной площадки «АвтоВАЗа» для того, чтобы проложить под землей дорогу к вечному огню, понадобятся большие деньги. Помочь может перспективная схема развития энергоресурсных систем, но она пока в разработке. В случае ее реализации тогда можно будет рассмотреть вопрос по строительству газопровода для обеспечения постоянного горения вечного огня в парке Победы. На сегодняшний момент это просто экономически нецелесообразно. Это очень дорогое удовольствие. И ради только одного вечного огня проводить, нести такие затраты, экономически нецелесообразно. Я считаю, это неправильно. Работать же по временной схеме от газового баллона просто небезопасно. Между тем, в администрации Тольятти напоминают, в центральном районе на площади Свободы вечный огонь горит постоянно. Там проблем с газом нет. Время говорить спасибо. Накануне женского дня глава региона Николай Меркушкин встретился с теми, чьим долгом уж точно не была война. Они видели фронт и помнят, как сейчас, те страшные дни. Женщины-участницы войны не намерены сидеть сложа руки и сейчас, спустя почти 7 десятилетий. Самое ценное – опыт и любовь к родине они готовы передавать молодому поколению. Иван Попов продолжит. После обязательных поздравлений участники встречи перешли к обсуждению вопросов неформальной обстановки. Одно из предложений от ветеранов – возродить тимуровское движение – получило поддержку губернатора. Та же работа, которую вы ведете, она работа с молодежью. Патриотическое воспитание там, духовно-нравственное воспитание. Тимуровское движение я тоже прошу тут посмотреть очень быстро. Очень быстро. Николай Меркушкин также обратил внимание на проблему музеев войны, которых в области не так много. Отдельный вопрос – выпуск книг воспоминаний свидетелей военных событий. Без финансовой поддержки эти записи рискуют так и остаться никому неизвестными страницами истории. Я сколько раз обращалась в Министерство образования, ведь дайте отзыв этой книге. Возьмите эти книги в библиотеку. Бесплатно. А зачем? Этот вопрос также вошел в список первостепенных задач к выполнению. Для большинства гостей живое общение с губернатором Диковенко. После встречи делились впечатлениями. Радостный праздник весенний. Хочется радоваться, хочется жить. Все вроде сносно все. Пенсии мы обеспечены. Хорошие пенсии у нас. Так что особых. Иван Попов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Отказали в приеме на работу, потому что соискатель оказался женщиной. Самарская леди-капитан борется за равноправие в профессии. Уже дошла до приемной президента и останавливаться не намеренная. При трудоустройстве выпускница речного техникума столкнулась с половой дискриминацией, так считает она. Техник-судоводитель, как выяснилось, не женское дело. Специальность есть, а работать по ней получается запрещено. Восторжествует ли в этой истории эмансипация? Разбирался Сергей Павлов. Водить пароходы по широкой Волге. Заветная мечта появилась у Светланы еще в детстве. Судьба предоставила шанс. В техникуме она оказалась единственной девушкой, получившей специальность техник-судоводитель. С таким дипломом можно претендовать на должность рулевого моториста. Но поиск работы налетел на рифы. Рулевым можно, мотористам нельзя. По закону, ответили Светлане. Речники сослались на постановление правительства России номер 162. Это перечень вредных для слабого пола работ. Получился парадокс. Учиться на эту специальность женщин берут, а работать запрещают. Я сама стала искать это постановление. Я его нашла. С этим постановлением мы обратились в профсоюз моряков. Там посмотрели. Там есть два пункта, по которым, в принципе, есть возможность работать с мотористом даже по этому постановлению. То есть нужно просто усовершенствовать теплоходы и все. С жалобой на нарушение своих конституционных прав Светлана Медведева обратилась в интернет-приемную президента, откуда обращение ушло в Роструд. А те разъяснили, девушку могут трудоустроить только если работодатель создаст безопасные условия труда, то есть купит шумоизоляционные наушники и аттестует рабочее место. Выяснилось, предприятие считает эти хлопоты слишком затратным делом и в женском труде не нуждается. К тому же суд дискриминацию не признал и встал на сторону работодателя. Есть такое привычание, что если руководитель берет на себя эту ответственность, то он может принять. Понимаете, я бы, честно говоря, когда законодатель вносил такую норму в закон, он должен был бы думать, что значит повлечет с собой отношения между женщиной и мужчиной, когда по его желанию он может ее принять, а может и не принять. Нельзя этого делать. Сейчас Светлана работает в частной компании «Рулевой», но бросать борьбу за права не собирается. Президиум областного суда скоро рассмотрит ее апелляцию. Говорит, теперь шансов победить больше. Недавно она получила звание капитана первой группы, что дает ей право занимать командную должность. И не хуже мужчин стоять за штурвалом и бесконечно любить свою стихию. Сергей Павлов, Виктор Соколов, Новости губернии. 8 марта проезд в муниципальном транспорте Самары для представительниц прекрасной половины человечества не будет стоить ни копейки. Зато тем, кто уже праздник отметил и решил сесть за руль, грозит, как и положено по закону, лишение прав. Шансов нарушителям дорожные полицейские не оставят на праздники, напротив, усилят работу. По этому поводу даже организовали специальную профилактическую акцию «Контроль трезвости». Каждая автоледи по букету. Самый женский праздник заставил сотрудников ГАИ стать настоящими джентльменами. Изобретательность, впрочем, проявлять не стали. По сложившейся годами традиции останавливали исключительно дамы, исключительно с целью не составить протокол или проверить документы, а поздравить. Василий Иванов оценил благородный порыв. Пересечение Полевой и проспекта Ленина останавливают исключительно автоледи, но вовсе не для того, чтобы проверить документы или выписать штраф. Я буду дать ГУВД Сомарской области. Поздравляю вас с выступающим праздником. Улыбайтесь больше, чтобы вас глазки горели. Галина за рулем относительно недавно. Признается, когда остановили, поначалу даже немного испугалась. Ну, было неожиданно. На меня долго смотрели представители полиции. Потом вдруг решили остановить. Думаю, что же я нарушила. Это было, конечно, неожиданно. Всегда, когда поздравляют, всегда очень приятно. Уделяют внимание и дарят подарки всем женщинам за рулем автомобилей. А после помогают снова влиться в поток машин, чтобы не создавать заторов. Всем хочется женщинам сегодня подарить хорошее утреннее настроение. Заделал на выходные, чтобы больше было именно приятных, позитивных эмоций на предпраздничный день. Хорошее настроение и цветы инспекторы дарили только в первую смену. Ближе к полудню букеты сменили на более привычные полосатые жезлы. Василий Иванов, Александр Дмитриев. Новости губернии. Идеальную формулу скульптуры нашел Леонид Шерешевский. Самарский керамист, живописец и график. Этим поиском он посвятил более 40 лет. Итогом стала выставка, которая открылась в художественном музее. Продолжит Татьяна Пудова. Леонид Шерешевский художник-импровизатор. Все его работы это фантазии на тему космоса. Он не тратит время на эскизы и предпочитает работать сразу на холсте. Иногда рисует на обоях. Что касается керамики, тут результат непредсказуем. Ведь во время обжига глина может преподнести неожиданный результат. Бывает так, что в один обжиг все получилось. А бывает, что надо сделать 5-6 обжигов, чтобы добиться того, что ты хочешь. Мастер родился в Китае в семье военного врача-хирурга. Раннее детство провел в Азербайджане. Закончил там художественное училище, потом Ленинградское. Ленинградское высшее художественно-промышленное имени Мухиной. Последние годы уже в Самаре ведет жизнь затворника. Вы знаете, есть художники, которые делают то, что видят. А есть художники, которые делают то, что знают. Вот Леонид Владимирович, на мой взгляд, художник-мыслитель. Художник, который концентрирует свои знания. На выставке Шерешевского в художественном музее можно увидеть одну из последних серий «Кентавры». Она сделана автором по фотографиям с раскопок в Греции. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, новости губерния. И на этом все новости. До свидания. Атлантический циклон из Скандинавского полуострова продолжает оказывать влияние на погоду Самарского региона. В области сохранится облачная погода с осадками и усилением ветра. Температура воздуха в дневные часы 2-7 мороза. На севере и западе области днем 0-3. В восточной и южной части региона до 1 градуса выше 0. В Самаре ночью морозно до минус 20. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем в Самаре и Тольятти около 0. В большинстве районов возможен мокрый снег с дождем. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова